Книга «Открытым оком», тема женщины, шестой том, вопрос 1574. «Все же непонятно, если девушка хочет выйти замуж, у нее есть такой талант, а годы идут, а подходящего верующего рядом так и нет. Так что же, так и сидеть в девках, в вековухах, всю жизнь старой девой?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Этими вопросами засоряют жгучие брюнетки интернет. И так и остаются одни у своих горшков. Значит, такова их планита, так им на роду и написано. Вспомни о вечности, доверься Господу, Тебя сотворившему. Если Он дал жизнь, то Он и позаботится о Твоей жизни. А старшие должны и добрые советы давать, и знакомить молодых. Хорошо, если это сильная община с молодежью, тут они и знакомятся, и другие в гости приезжают. Но сохрани, Бог овечку эту, пойти на знакомство с волком» – Матфея 10, 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Бог дал первую жену и привел на знакомство. Так Он может и сегодня по тому же рецепту выписать тебе из соседней квартиры или из-за границы» – Бытие 2, 22. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». «Иногда Бог по молитве незамужней посылает к ней даже архангела, и тот сосватает и устроит. И хотя до этого у тебя семь раз предприятия срывались по разным причинам, злые духи мешали, но, наконец, услышана молитва и радость наполнит твою квартиру». Тавида 3, 16-17. «И услышана была молитва, послан был Рафаил, Сару, дочь Рагуилову, дать жены Товии, сыну Тавитову, связав Асмодея, злого духа, ибо Товии предназначено наследовать ее». Сама себе невеста никогда не искала жениха, мужа. Случалось иногда, что свекровь научала сноху проявить инициативу и склонить к себе сердце недогадливого претендента. Руфи 3, с 3 по 4, 9 стих. «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои, и пойди на гумно, но не показывайся ему, да коли не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног твоих, у ног его, и ляжешь, он скажет тебе, что тебе делать». «И сказал ей ВООЗ, кто ты?» Она сказала, «Я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Это был зрелый единоверец, от которого никакой беды, от его невоздержания не ожидалось. Сей метод у христиан вряд ли применим сегодня масштабно. Не среди язычников искала себе мужа, не среди безбожных и знатных. В Ветхом Завете знали, что и сама она должна и одеваться прилично, и выглядеть привлекательно, если есть четкая программа оттеснить конкурентов на вакантное место возле царя. Но за нее была усиленная молитва Богу и Иегове, и она сама обращалась с твердой верой в помощь жизнодавцу. Исфер 2, 16, 4, 17. «И молился он Господу, воспоминая все дела Господни, и говорил, Господи, Господи, царю вседержителю, все в Твоей власти, и нет противящегося Тебе, когда Ты захочешь спасти». И царица Исфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью, «Ты, один царь наш, помоги мне одинокой и не имеющей помощника, кроме Тебя, ибо беда моя близ меня». Иудифинь 10, 3, 4. «Здесь она сняла с себя в ретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водою и намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которые она наряжалась в одни жизни мужа своего Моносии, а была ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды и разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее». Невеста росла, а родные уже сами подбирали ей пару. Так было всегда и в Ветхом, и в Новом Завете, и по житиям святых, и у мусульман, и у других народов. Никогда и нигде не было того, чтобы она телеса своей выставляла на конкурс бесстыдства, и чтобы их рассматривали, ощупывали, замеряли. «Ревекку, слуга из дальней страны, привез жену Исааку, и она до то ли никогда не видела его и согласилась так быстро, запросто. А если бы он был слепой или глухой, или вреднющий, это уже потом узнается, стерпится и слюбится, как говорится в народе». Бытие 24.57 Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет?» И призвали Ревекку и сказали ей, «Пойдешь ли ты с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». Отец имеет над детьми полную и безраздельную власть. Лаван отдает дочерей даже с обманом, но соблюдает порядок, отдает сначала старшую. Бытие 29.26 Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». 1 Коринфянам 7.33-38 «Есть разность между замужнею и девицею. Не замужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом? А замужняя заботится о мирском. Как угодить мужу?» Говорю, это для вашей же пользы не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинны и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, что она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воли, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Участь девушки зависит от Бога и от отца, как это видно из Писания, из Жития у Варвары, Мученицы и других. Еврейчики уже в пятилетнем возрасте учили в своих школах, каким путем он будет себе добывать жену. По воле отца. Если брат умрет бездетным, то вдова ему принадлежит. И если удачна будет война, и в плен понравившуюся захватит. Второзаконие 21.10.12. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову, свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в твоем доме, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Слова нравится и не нравится вообще не употреблялись даже у девиц. Кто какую добыл, с тем они и живут. Судей 21.20.23. И приказали сынам Вениамина и сказали, падите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы селомские плясать в хороводах. Тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждой, жену из девиц селомских, и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне. И вы не дали им, теперь вы виновны. Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В православии же таких уроков не преподают в церкви, и потому развод стал основной добычей безработных мужчин. Царь Саул не спрашивал дочь свою, хочет ли она за Давида идти, но заранее уже обещал ее дать в награду. Колым плати и забирай. Первое царство, 17, 25-27. И сказал Саул, «Так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста края обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». И выдал Саул за него, Мелхолу, дочь свою, в замужество. Много было проще с юношами. У вас товар у нас скупец, с обою парень молодец, как пишет Пушкин о сватовстве. Но опять же решали это родители, без согласования с сыном или тем более с дочкой. Выдать хорошо замуж – дело непростое. Тут решали, высчитывали все, кто он и каков его достаток. Сирахова, 7, 27. «Выдай дочь в замужество и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному». Тогда тоже были подонки, которые насиловали беззащитных девушек. Но таковые были казнены или по закону, или по мести. В случае с Диной и с Фомарию. Бытие 34.2, Тарайцарс 13.14. «Наши люди видят на базарах урюков в тюбетейках. Они ведут себя, как необузданные жеребцы и думают, что у них, в их странах, там разврат идет лавиной, но вы даже себе представить не можете, как фантастически целомудрено воспитание в мусульманстве. Наши в ужас приходят, что такое угнетение там на женском поле. Стоят группы мусульманки-студентки, все закрыты полностью, как бы в мешках черных сидят, и только щели для глаз, как у рэкетиров и у спецназа. Но вот один из европейцев направил на них фотоаппарат, чтобы оставить на память эту красоту. Тогда они группой окружили его и потребовали засветить пленку. Иначе их отчислят за разврат из университета. Доходит до вас, откуда они это берут? Вот какие рекомендации даются в законе Моисея на случай непредвиденной ревности мужа к жене». Второзаконие 22.14.24 «Будет возводить на нее порочные дела и пустит о ней худую молву и скажет, я взял сию жену и вошел к ней и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам, и вот он взводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей». Тогдашние гинекологи хранили как самое ценное вещественное доказательство простыни после первой брачной ночи и растелют одежду пред старейшинами города. Если же сказанное будет истинно и не найдется девство у траковицы, то траковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала сравное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женой замужнею, то должно предать смерти обоих и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с нею, то обоих их приведи к воротам того города и побейте их камнями до смерти, а траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. Ты, почерневшая от горя и растраты, младенчества и девства своего, вся в лихорадке, с брызгами заплаты, предсоблазнителем едва стоишь ногой. Подспудные девчоночьи мечтания осуществить усилилась сама. Воздушное и на песке то здание, в котором чести нет и нет ума, а он в походливости блудный, разжиревший, сок выжимает из грудей твоих, очистивший карман презренный грешник, хвостун, афганомафиозный псих. Спешит тебя облапать, облапошив, срывает крест нательное белье, но для тебя он рыцарь расхорошевший, шприцует тело, из артерий пьет. Вдруг невозвратно отцвела, скривившись в объятиях извращенца-палача, в таких делах святое стало лишним, потухшее в исчадии свеча. Бог допустил, и ангел твой хранитель не обнажил копья или меча. Все с прежним рвется до последней нити, но сможешь ли сначала путь начать? Багровая и красная отныне твой окормляет траурный платок, тень пустоты от дочери и сына, в мечтах рожденных скошенный цветок. Отнюдь не из житий и не нулита, в потоке боли, страха и стыда разорвана, расчленена, убита из памяти знакомых без следа. Не первое, когда наложишь руки, не на себя, на холмик живота, но это не конец, начало, муки всем, отступившим от любви Христа. По меркам домостроя, шариата, по заповеданному старцем Моисеем заботу о тебе, родителям и с ватам, как целину распахивать, засеять. Плодилось, сохранялось при избытке, ненаворованном, надкушенном секретно. Любое отклонение всем без скидки, хороший холм, всецветно-интернетный. 20 марта 2003 год, Игла. Субтитры создавал DimaTorzok